Итак, мы слышали, в принципе, уже самые основные и, наверное, самые необходимые и достаточные качества Бога. Больше не надо знать. Если ты знаешь, что Бог тебя любит, если ты знаешь, что Бог верен своему Слову, это значит, этого достаточно для того, чтобы либо уверовать, покаяться и получить от Бога прощение грехов и благословения в жизни, либо, чтобы взвесить, отвергнуть Бога и в конечном итоге предстать перед Ним на суд. Если мы знаем, что Бог добрый, это значит, мы можем в Него просить чего-то, просить для себя, просить для других, просить изменять обстоятельства, просить изменять изнутри нас, просить за кого-то, просить приобрести что-то или просить силы отдать что-то, и Бог действительно это будет делать. В принципе, вот в этих качествах, которые мы рассмотрели, вся жизнь христианина, их достаточно. Но, вы знаете, вот есть здесь, я вижу, маленькие дети. Кто-то ходит, кто-то еще не может ходить, кого-то носят. Вы знаете, я всегда вспоминаю такое место из Иоанна, когда он пишет, «Вы, юноши, поведели лукавого, пишу вам отцы, пишу вам отроки». Казалось бы, ну все, это игра слов. На самом деле, множество проповедей я слышал, и все интересно толкуют это место. Но я вижу здесь еще одну такую мысль. Допустим, родился ребенок, ему совсем немного. Что он знает о своих родителях? Он о них понятия не имеет. Он даже в лицо их не помнит. Вот покажите маленькому ребенку, там ему месяц, два, три, полгода, в мамины фотографии, и соседкины, и бабушкины. Он одинаково будет их кидать, швырять, он никого там не узнает. Единственное, что он каким-то невообразимым образом чувствует, когда его на руках держит чужой дядька, или когда его берет отец. Даже в темноте, когда он лица не видит, или мать его берет, но он раз, какими-то фибрами там, Богом заложенными, чувствует, что это что-то родное, раз, и замолкает, и успокаивается. Хорошо, ребенок чуть-чуть подрастает, уже там ходит, или за руку держится, и он уже начинает узнавать родителей в лицо. Но смотришь, подходит какая-нибудь тетенька или дяденька, похожая на родителей, если он еще чем-то занят, раз тянут ему руку, он с готовностью берет, делает два шага, потом, когда разглядел, у него сразу начинается паника, он видит, что он ошибся, он не то вложение сделал, забирает руку и начинает панически искать. Он уже узнает в лицо. Хорошо, ребенок подрастает еще. Он начинает теперь знать, как зовут его родителей. Если он где-то заблудился или потерялся, как зовут маму? Ну, естественно, он не скажет там Иванова, там, не знаю, Надежда Петровна, улица Коммунистическая, 28, корпус 4, квартира 15. Но он скажет там, зовут ее там Валя или Надя, или как папа ее называет, или обзывает дома, ребенок запомнил. Короче, он все сдаст это, когда его спросят, как зовут маму. Когда ребенок еще больше подрастает, он становится отрок, да, или юноша, он уже начинает считать, что в принципе, как бы так, понимает, ну вот зачем родители ему что-то поручают. То есть он начинает понимать мотивы действия. Если маленький он был, он просто выполнял что-то, иногда с радостью, на энтузиазме голом, иногда без радости, потому что в сердце ропщит, но еще маленький не в силах отказать, ибо ему там либо влетит, либо все равно деваться некуда. Когда он уже отрок или юноша, он уже понимает мотивы родителей, почему ему это поручают. И вот Иоанн особенно пишет, он пишет, юноши, вы сильны, победили лукавого. То есть написано, блажен, кто набьет колчан, да, стрелами, сыновьями, молодыми, не постоятся они, когда у ворот будут говорить. То есть кто-то наехал на батю, а тут уже толпа сыновей, готовы юноши защитить. Юноши, вы сильны. Понимаете, кто-то пришел там какой-нибудь, в дом стучит, эй там, Васька, выходи, сейчас разберемся. Вместо Васьки выходят крепкие сыны. Опа, вся агрессия спала, простите, адресом ошибся, задний ход, и все. Юноши, вы сильны. Дети, вы, там, отроки, пишу вам, потому что вы чуть-чуть уже знаете отца. То есть вы слышите, что он требует, вы в лицо узнаете. Нет, вот это событие, кажется, не от Бога. Или нет, вот это чувство во мне, как бы не от Господа. То есть я уже как ребенок в лицо различаю, где Бог, где не Бог. И самый пик такого развития, он пишет, пишу вам отцы, потому что вы познали безначального. Вы знаете, я не отец, ну, просто я рос у отца, но я вот знаю отцов, которые здесь сидят. И по отцам я могу засвидетельствовать, по молодым или взрослым. Вот только когда человек становится отцом, он начинает на 100% теперь понимать своего отца. Пока он взрослый даже, там ему 20, 30, 40 лет, но он еще не отец, он еще, кажется ему, что он точно знает отца, зачем он его гонял, почему он его пинал, почему отец вот так принимал решение или не принимал, почему он обращался так к матери, либо не обращался. Но когда он сам стал отцом, вот он только теперь 100% понимает процесс, представляя себя в возрасте и в образе своих детей, он теперь понимает все тонкости, почему было вот так, или вот так, и вот так. То есть, когда человек становится отцом, он в полноте понимает предыдущего отца, который его родил. Поэтому, когда человек становится духовным отцом, то есть, когда ты родил кого-то благовествованием, как Павел. И вот тут тебе только до конца становятся понятны мотивы Божьих действий. И вот его отцовский характер, о котором мы говорим, он начинает открываться в деталях и в мелочах. Пока я духовный отрок, мне казалось, я все о Боге знаю. Бог любит меня, Бог ненавидит грех, аллилуйя, все, вот это надо проповедовать. Когда ты подрастаешь немного и начинаешь понимать, что не все так просто. Мир Божий не двухмерный, а трех и четырех, и пяти. И там такие сферы, о которых ты не подозреваешь. Там не одна серая или черно-белая краска. И вот сегодня я хотел как раз говорить не о классических таких качествах Бога, а о неклассических, каких-то таких неформально, не повседневных. Вот. Может быть, мы о них иногда не думаем, потому что они не приходят нам в голову, что Бог не может быть таким. Он не имеет права быть таким. Может быть, мы иногда эти мысли гоним от себя, потому что нам хочется, чтобы Господь в нашей жизни всегда был классический Господь. Любящий, добрый, заботливый, в общем, понятный, которому можно не удивляться, и с которым можно не напрягаться. И заходя домой, можно не думать, что я сейчас там встречу, потому что дома будет привычный Бог, которого я знаю, с которым комфортно, нормально, и над которым не надо сильно напрягать извилины. Итак, для начала, для вступления, первое место, евреям 13.8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Да, спасибо. Это первая установка, от которой я хочу оттолкнуться и предупредить нас вот от чего. Здесь я вижу такое качество, как постоянство. Постоянство. И еще это же дублируется в другом месте, но мы его в свое время прочтем. Что я подразумеваю под постоянством? Это значит, что Бог постоянно находится с одним выражением лица. Знаете, вот единственный, кто, наверное, постоянно находится с одним выражением лица, это такие заядлые бюрократы, потому что там обязывает жизнь. У него одно непроницаемое выражение. Подписать документ, не подписать документ. Принять посетителя, не принять посетителя. У него строгая установка. Люди это там, где-то, все. Бог не бюрократ. И постоянство Бога говорит не о том, что он все время вот какой-то одинаковый. Одинаково он выглядит, одинаково одевается, одинаково шаблонно всем отвечает. Я вот о чем говорю. У нас часто бывает такое искушение, и я слышу такие мысли часто, что Бог Ветхого Завета очень сильно отличается от Бога Нового Завета. Что в Ветхом Завете, вот, кстати, сегодня Олег, да, говорил о Заветах, что в Ветхом Завете один Бог, реально Бог страшный, карающий, кровожадный, выпускающий кишки язычникам, безжалостно истребляющий того, кто по нужде даже встал к стенке. Знаете, почему Бог пишет? Истреби у него мочащегося к стене. Кто такой мочащийся к стене? Вы представьте себе вот такой мужчина, как Андрей или как Денис, да, такие вот ребята. Если они еще от юности натренированы, если они еще в доспехах, у них в руках меч или дубина, щит, ну, пойдите в лобовую атаку, да, и попробуйте с ними подраться, побоксировать. А когда человека прижало по нужде, и он отвернулся к стенке, это самый уязвимый человек. То есть он со спины ничего не видит, он беззащитный. И даже убить того, кто справляет нужду, ну, это позор для воина. Как бы ты не в честном бою победил, а из-под тяжка подкрался, и беззащитного, как бы уязвимого человека взял и поразил. Это было позорище. А Бог говорит, не стесняйтесь, даже не бойтесь позора, убивайте всех. Мужиков, теток, сильных, слабых, больных, к стене, не к стене, всех истребить. Вот это Бог там у евреев был в Ветхом Завете. Всех порешить, всех покрошить. А в Новом Завете вообще старый Ветхозаветный Бог кончается. То есть все, версия устарела. И тут выходит новая операционка. Там, Windows, любовь Божия. Все. И написано, о, Бог так возлюбил этот мир. Иисус проповедовал о любви. Иоанн апостол любви. Все на любви. Все про любовь. И Иисус там трости не переломит. Вот, слушайте, а куда делся Ветхозаветный Бог, которого Иисус представляет в Новом Завете? В одной из глав Евангелия от Иоанна, это в одном Евангелии, кстати, такое написано, он говорит, «Много имею чего говорить и судить о вас, но говорю только то, что сказал мне Отец». То есть он опять-таки пришел продолжить речи вот того Ветхозаветного Бога. Пришел представить его позицию. И сегодня очень стойко укоренилась у людей и даже у верующих людей вот эта мысль, что Бог в Ветхом Завете был Бог карающий, взыскивающий, Бог строгий судья. Его характер был ненавидеть грех, наказать грех, искоренить грех, там победить язычников, все там побить камнями согрешающих. А в Новом Завете Бог изменил свою политику. В Новом Завете Новый Завет построен весь на любви. Бог милующий, прощающий. Но мы с вами прочитали, что Христос, который есть часть Божества, третье лицо Божества, сегодня, вчера, вовеки тот же. Следовательно, Бог, которого Он представляет. Бог не меняется. Так как же быть с этим недоразумением? Как же с этим несовпадением жить дальше? Как мыслить дальше? Действительно ли в Ветхом Завете остался кровожадный Бог, а в Новом Завете Бог трепетный, любящий, нежный и заботящийся о грешнике? А чего это вдруг Бог передумал? Мы слышали, Александр сказал, характер поддается каким-то переменам. Неужели Бога перевоспитали обстоятельства? Всю вечность до земной жизни Бог был один. Всю вечность после земной жизни Бог планирует тоже быть каким-то... А вот на время коротких нескольких тысяч лет Бог взял, сдал, ударился в сентименты, переменился, знаете, и такой характер. Боже, тебя не узнать! Ты так преобразился, повеселел, подобрел, прям такой ласковый стал, привычку выработал в себе, добрые вещи, говорить, как же с этим быть? Давайте мы вот сразу это недоразумение устраним, и потом уже о двух-трех просто качествах поговорим, и пусть это останется в размышлениях наших, я там не буду точки ставить. Кто-нибудь, пожалуйста, открывает у нас Исход 34,6. А кто-то готовится, открывает Евреям 10,25. И прошел Господь пред лицем его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Спасибо. Итак, какой Господь в этом стихе? Карающий, ненавидящий, взыскивающий. Какой? Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Это в каком завете сказано? В Ветхом. Так есть любящий Бог, нежный, заботливый, прощающий Ветхом завете, или его там нет. Не будем оставлять собрание своего и территорию жизни, да? Как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Да, и еще пару стихов следующих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня, готового пожрать противников, если отверг жеся закона Моисеева. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то милующий, любящий Господь нежно нас прощает, ибо Он Бог Нового Завета. Такой милостивый, лояльный, не остается жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и... Дальше что у нас там? Ярость огня. Есть Бог, ненавидящий грех в Новом Завете. Есть Бог, судящий, наказывающий, взыскивающий, и готовый истребить огнем. Есть. Поэтому Бог не поменялся. Любящий Бог был там, когда истреблялись язычники, камнями побивались за различные грехи. И есть Бог страшный. Бог страшный, Бог готовый подвергнуть человека смертельному наказанию на земле и в вечности, в гневе и в ярости осудить. Это Бог в Новом Завете. И вот, когда мы начинаем считать, что в Новом Завете у Бога характер резко поменялся. Он только любящий, он только заботливый, он только умоляет грешника покаяться, он просто на коленях просит верующего, ну чуть-чуть стать лучше. Это нас настолько расслабляет. Мы настолько просто раскисаем, мы настолько начинаем жить руки в брюки, мы настолько думаем, да ничего, Бог же добрый, да все не без греха, да я под благодатью, да это Новый Завет, Бог знает мою слабость, немощь, характера. Я вообще в Царство Божие по вере во Христа попадаю, а не по своим заслугам. И мы начинаем нести или питать порой, ну откровенную глупость, вместо того, чтобы вспомнить, что тот Бог, перед которым трусились сами евреи, когда Моисею говорили, не, иди ты на гору, чтобы нам не погибнуть, там гром и молнии, то нам потом перескажешь. Бог, перед которым трусились язычники, когда Израиль перешел и Ордан, они уже сами приходят и говорят, вот вам ключи от нашего города, мы услышали, что Бог ваш сделал с теми царями, мы жить хотим, лучше нас в живых оставьте, рабами будем, деньги будем платить. Вот этот страшный Бог Ветхого Завета, мы Ему служим сейчас, во дни Нового Завета, тому же страшному Богу, Богу, который в силах истребить, Богу, который в силах покарать, Богу, который в силах с кровью взыскать человека. И Бог не изменился, он был типа злюка такой в Ветхом Завете, передумал, стал добренький в Новом. Бог и в Ветхом Завете, мы читаем, был любящий, его мотив был любить человека и склонность делать человеку добро. Но в Новом Завете он остается тем же Богом, ненавидящим грех, тем же Богом, не примиряющимся с грехом. Он остается тем же святым Богом, с тем же характером, который яростно борется против беззакония и в жизни верующего, в первую очередь, в жизни неверующего, и ярость огня у Бога готова пожрать противников. И вот, когда мы понимаем, что Он не изменился, Он тот же самый страшный Бог, Бог Ветхого Завета и сегодня, вот тогда до нас доходит, насколько ценно, что Бог, помимо этого качества характера, сегодня решил проявлять к нам любовь и просто очень сильно сдержать свой гнев, чтобы вот этот отрезок пути от покаяния до вечности мы могли, просто уразумев, насколько ценно сегодня оказаться в Его милости, в той, которую не увидели грешники Ветхого Завета, а сполна получили от Бога за грехи свои. Вот когда ты понимаешь, что Бог тот же самый, Его отношение и требовательность к жизни та же самая, тогда начинаешь ценить, насколько ценно, что меня еще Бог не истребил, сколько раз я мысленно посягнул на чужое, позавидовал, сколько раз в день или в месяц я раздразился или разгневался на кого-то, сколько раз в сердце своем я с вожделением посмотрел или посмотрел на кого-то, сколько раз в сердце своем я пренебрег Словом Божиим, хотя знал, что оно говорит, или отказался молиться, сколько б раз было в жизни. И если бы за каждый раз я был Ветхом, жил в Ветхом Завете, мне бы как у кошки нужно было семь жизней иметь, или девять, сколько там у нее, чтобы Бог меня уничтожил, воскресил, еще раз уничтожил, потому что за один раз невозможно даже спросить за все грехи. В Новом Завете Бог тот же, но Он прилагает усилия, чтобы помиловать меня ради Иисуса Христа. И просто напоследок такие примеры для размышления. Я говорил, что я точку не буду ставить, чтобы это озадачило вас, и вы с этим ушли. И ушли не для того, чтобы сказать, вот Саслан разрушил у нас веру, а для того, чтобы вы сказали, нет, я поковыряюсь на эту тему в Библии, и либо я разберусь для себя, в чем дело, либо я возражу в следующий раз, либо я запишу этот вопрос и задам, чтобы было, как Саша объявил, тема не заканчивается. Тема продолжается, и вот это все будет связано, фигурировать. Три такие качества Бога для размышления. Первое, Бог неожиданный, просто неожиданный. Мы привыкли, Господи, Ты такой, мы Тебя знаем, и рассчитываем, что Ты всю жизнь будешь такой. Осия, вчера мы разговаривали кое с кем об этих примерах. Верующий пацан, молодой парень, верующий активный член церкви, можно сказать так, встроил надежды. Господи, пошли мне мою красавицу, мою половинку, она будет для меня самая лучшая, такая же верующая девчонка, как я, будем вместе поклоняться. Бог ему дает откровение. Осия, пойди возьми себе жену-блудницу и детей-блуда. Жена, найди в городе самую такую матерую, махровую бабу и детей, которых она нагуляла за бурную молодость. Вот тебе жена. Осия в шоке. Господи, это Ты или не Ты? Может, это голос дьявола мне говорит? Ты же не можешь такие вещи нести? Иезекииль. Господи, я пророк, я готов взять Библию, идти проповедовать на площади. Бог говорит, ты будешь на площади, но не проповедовать, а лишать на боку и кушать коровьи лепешки, замешанные с мукой. Господи, Ты что? Я еврей, ничто нечистое в уста не входило. Ну, друг мой, вызвался быть пророком, давай действовать радикально. На другое евреи не отреагируют. Иезекииль в шоке, но он идет и делает. Исайя ходил обнаженный, но обнаженный это в повязке, в набедренной перед народом. Может, там холодно было. Может, он фигуры свои стеснялся. Может, у него были комплексы по поводу лишнего или наоборот недостаточного веса. Может, просто это был мужчина, который даже там, ну, смущается, не знаю, носок переодеть при обществе, а тут, понимаешь, в набедренной повязке. Для чего? Ты послужишь символом, ты послужишь наглядным примером. Господи, этого я от Тебя не ожидал. Это подстава. Я тут проповедь готовил, я тут конспект, а ты... Второй момент. Бог нестандартный. Мы привыкли, вот что... Есть определенные нормативы. Вот это ясно, это понятно. Кто помнит историю, а я уверен, что все помнят историю, когда в Египте фараон издал указ уничтожать и убивать младенцев парнишек. Пацанчики рождаются, их сразу в Нил. Девчонок оставляют, пацанов в реку. Для чего? Чтобы народ не разрастался. Что делали бабки-повитухи? Они приходят, приняли роды, ребенка припрятали, фараон их зовет. Так, вы что творите? Вы понимаете, против кого вы поперли? Вы против системы идете. Я же вас в порошок могу стереть. Они начинают, ему не моргну, вот тут женская такая, знаете, как бы, то ли любовь к детям, то ли способность женщины убеждать невинным выражением лица, не знаю, слезными глазами. Ты знаешь, фараон, да мы вообще овечки невинные, мы ни при чем. Эти еврейские женщины, они странные, мы не успели прийти, они уже сами все родили, сами себя обслужили, все нормально, и мы даже и руки не приложили. Казалось бы, Бог должен был что сделать? В послании Иоанна написано, «Ибо всякая неправда…» А что вы так все застеснялись? Скажите, кто знает, всякая неправда – грех. Ах, грех не к смерти, да? Всякая неправда – грех. А если чисто буквоедством заниматься, римлянам послание, возмездие за грех? Опа. И вот эти бабульки нагло врут фараону, обманывают, и написано, «И Бог делал доброе бабкам за то, что они врали фараону». Так есть понятие «святая ложь» или нет? Странно, да? Однажды, когда кто-то из нас, будучи молодыми, там, новообращенными, заикнулся на эту тему, один дьякон конкретно сказал, «Не кощунствуйте!» Бог святой, всякая неправда есть грех, Бог не имеет ничего общего с грехом. Однако мы видим, бабки врут, и Бог поощряет их и говорит, «Врите дальше!» «Врите на здоровье!» Почему? Ну, это уже вы должны ответить. И третье качество, такое свойство. Бог не обязан и соответствовать нашим представлениям. То есть Бог, который оставляет за собой право изменять свое проявление, изменять тем рамкам, к которым мы привыкли. Он открылся нам вот в таких рамках, и мы думаем, что он постоянно такой. Потом смотрим, Бог другой формы, Бог другого цвета, Бог другого поведения. Господи, Ты меня разочаровываешь, Ты не должен меняться, я так к Тебе привык к такому, я так к Тебе настроился, я уже о Тебе вот такое представление сложил и другим его представляю. Представь, как Ты меня подведешь. Смотрите, Иона, Бог ему говорит, «Иона, иди в Неневию и скажи им, «Наконец-то вы грешники окаянные!» Будете все наказаны, и Бог вас истребит, и сегодня же это произойдет». А Бог ему говорит, «Иди и проповедуй в Неневии, что вот 40 дней, и она будет разрушена». Господи, за 40 дней они сбежать успеют? Они сумеют там, не знаю, под евреев подкосить, они еще что-то придумают, избегут, лучше давай сегодня. Бог говорит, «Иди и скажи, 40 дней у вас есть». И он сел в корабль и поплыл куда? В Неневию? Вообще в другую сторону. Потом его уже кит там пожевал, уже его там рыба, не знаю, где-то попереварила, уже выбросили его, не знаю, какая степень переваренности у него была, было ли это заметно снаружи, но он до сих пор не угомоняется, идет в Неневию, а потом садится и наблюдает, «Ну, сейчас Бог ему, сейчас, 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 сейчас». А Бог берет, и все нормально. Неневия покаялась, и даже растения у Ионы забрал. Казалось бы, ему, своему пророку Бог вредит, а грешников благословляет. И Иона говорит, «Ты Бог наш, еврейский, ты не имеешь права язычникам милости оказывать, ты, ты понимаешь, что ты делаешь? Они нечистые, они псы, ты, у нас монополия на тебя». А Бог говорит, «Я не обязан быть таким, каким ты меня представляешь». Друзья, может быть, и не может быть, а стопроцентно у каждого из нас за годы следования за Богом, но это и справедливо в какой-то мере, сложились определенные представления о Боге. И мы уже его сколько-то понимаем из Писания, и мы считаем, что это эталон. И вдруг к вам в вашей жизни Бог внезапно является не таким, каким вы его представляли. Но я могу, об этом вы сами можете много примеров привести. Ну, простой момент. Как вы себя ведете? Представьте, у меня карта местности, или мне там Денис нарисовал, Лисаня нарисовал там схему, как пройти по лесу к какому-то объекту, он там ходил. Я иду и вижу, что на карте дорога идет влево, влево, сюда. А по факту дорога идет вправо. Как вы думаете, что я должен сделать? Я скажу вам, что я должен сделать. Я должен вернуться, взять грабли, лопаты, и начать прокапывать дорогу вправо, как у меня на карте нарисовано. А эту левую засыпать. Ну, потому что не соответствует карте. Это логично или нет? Это смешно. Обычно, если карта не соответствует местности, не местность меняют под карту, а карту под местность. Если вдруг Бог приходит ко мне или к вам в неожиданном виде, с неожиданными предложениями, нарушая все наши привычные представления, это не значит, что мы должны кинуться вразумлять Бога, снова вернуться в рамки, как нам привычно его представлять. Это значит, пришла пора менять представление. Поэтому, друзья, найдите библейские примеры, вспомните примеры жизненные, у вас сразу появится куча вопросов и светлых идей. И этот список таких вот колючих, неудобных качеств Бога, Его характера, вы сможете смело продолжить. И вы увидите, что Бог – это нечто другое, чем я до сего дня думал о Нем. Это не только то, что мне о Нем известно. У Бога много сторон, которые просто не вмещаются. И сразу у вас первый будет вопрос, как так может быть? А где тогда святость? А где тогда любовь? А как мудрость? Куча вопросов. И окажется, что личность Бога, которая нам казалась знакомая, как дважды два, мы можем по полочкам рассказать, что личность Бога – это настолько неизученная еще в полноте, настолько еще загадочно неведомая область познания, в которой можно трудиться, трудиться, копать и копать. Знаете, чем алмаз отличается от бриллианта? И почему бриллиант дороже? Чем больше граней, тем драгоценней камень, тем он дороже, его стоимость. Вот личность Бога – это как бриллиант с множеством граней. Да, какие-то нам нравятся, они красивые, мы его видим, но какие-то есть и здесь, и сверху, и с другой стороны. Поэтому давайте будем трудиться, ходить кругами в Писании, рассматривать этот бриллиант личности Божьей с разных сторон. Независимо от того, укладывается он в наше представление или не укладывается, вы такие потрясающие откровения найдете о Божьем характере, которые помогут вам в ваших практических жизненных ситуациях свой характер перестраивать под Бога. И вы увидите, что много вопросов решается совсем иначе, нежели вы это делали раньше. Пусть вас Бог благословит и меня тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова